Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. 28 апреля 2022 года состоялся товарищеский матч между мастером Иваном Дьяченко из Ярославля и международным гроссмейстером Евгением Кондраченко из белорусского города Гомель. Победу в нем одержал Евгений со счетом 7 побед, 6 поражений, остальные ничьи из 20 партий. Но, друзья, в этом матче было много интересных партий, имеющих теоретическое значение. И вот один из микроматчей, как раз в котором удалось, так скажем, уточнить теорию, мы сегодня рассмотрим. Первую партию Евгений играл белыми, Иван черными. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта. H2 на C5, D6 на H2. Это третий микроматч из товарищеского матча. Многие варианты этого дебюта описаны в книге Василия Наумика и Игоря Порчука «Дебютная энциклопедия летающих шашек». Но один из вариантов указан не точно. То есть, подходом BC3 ставится вопросительный знак. На самом деле, это сильнейший ход. Давайте рассмотрим, какие возможны ходы в данной позиции за белых. В партии оба соперника сыграли GF4. Это сильнейший ход. Но какие еще возможны ходы? После GF4 черные бьют. Белым лучше всего сделать двойной перебой. Иначе у них будут проблемы с развитием их левого фланга. Ну и здесь черные после размена захватывают пункт Е5. Белым надо играть BC3. После хода CB6, в принципе, позиция уравнивается. То есть, белые жертвуют время на шашку. Затем ее отыгрывают. Я думаю, что партия здесь закончится ничьей. Здесь особо ничего интересного нет. После хода EF4 и вот такого разменного маневра, белые могут сыграть FG5. Но здесь у черных позиция приятнее. То есть, черные бьют именно разведчиком своим, который вклинился в территорию соперника. Ну и здесь выясняется, что у черных, видите, монолитная позиция. А у белых несколько перегруженных левый фланг. То есть, черная игра GF6. И для сохранения равновесия белым надо играть точно. Надо играть именно DE3, чтобы на ход FE5 можно было разменяться. Вот таким образом. И видите, шашка A1 получает возможность для развития. Если же после хода GF6 белые сыграют трафаретно BC3, то черные получают преимущество ходом FE5. То есть, видите, шашка C5 получается в окружении черных шашек. Черные охватывают ее. И после хода CB4 черные уже играют EF4. И у них здесь довольно-таки ощутимое преимущество. Наиболее сильнейший ход в данной позиции все-таки GF4. Проводим двойной размен. Для того, чтобы белым было лучше развиваться. Но все-таки, друзья, отметим, что у белых за счет шашки A1 центр несколько рыхловат. Не хватает им, так сказать, места для развития. У них переразвитие есть такой термин. То есть, GF6. Черные и белые развивают свои сильные фланги. И черные играют FG5. Белые закрываются ходом DE3. И в партии Иван Яченко сыграл GH4. Ну, кстати, тут без разницы, можно HG7 или GH4. Все ведет к одному и тому же. Белые сыграли CD2. То есть, на ход EF6 они грозят разменяться. Вот таким образом. Но черные не обязаны бить на поле B4. Они могут побить на поле F6. Ну, и здесь, в принципе, создается равная позиция. Даже, мне кажется, у черных поприятнее. То есть, здесь, возможно, нахват позиций белых. Белым надо играть довольно-таки точно. Ну, Иван в партии не стал играть EF6. Он сыграл HG7. То есть, после хода CD4 черные играют GF6. Хочу обратить ваше внимание, друзья, что вот в данной позиции, если бы черные сыграли CB6, а белые сыграли AB2, то плохо играть BC7. Все-таки надо сводить вариант к дебюту, к варианту, случившемуся в партии. То есть, здесь BC7 плохо играть, потому что белые играют BC3. Ну, и в ответ на ход GF6 здесь уже у белых практически выигранное положение. То есть, играем CB4. И видите, B5 нельзя нападать, потому что белые проводят вот такой удар. Белые прорываются в дамки и должны выиграть эту позицию. Если в этом положении черные сыграют CD6, тогда белые разменяются назад. Ну, здесь как бы черные не играли, либо FE5, либо FG5. Играем именно DE5. То есть, фиксируем слабости черных. В данном случае, вот этот треугольник, большая слабость. И у белых выигранное положение. Временная жертва, HG5. Здесь черных также не спасают. После нападения играем DC3. На CD6 просто сыграем EF4. Белые выиграют. Если же черные пытаются связать сильный левый фланг белых, тогда белые вырываются на свободу. Вот таким разменом. Ну и шашка у белых лишняя. То есть, после хода DE7 отдаем лишнюю шашку назад. И играем в этом положении именно AB4. Этот ход ведет к выигрышу. То есть, теперь на ход ED6 играем EF4. Стоит угроза отдать одну, затем вторую. И побить три шашки белых, черных с выигрышем. Поэтому черные вынуждены нападать ходом FG5. Тогда жертвуем шашку. И проводим вот такой небольшой удар. Черные. Так, прошу прощения. Здесь не надо проводить удар. Здесь надо сыграть DE5. То есть, после всех разменов у черных единственный ход HG3. Белые играют Bc5 и легко выигрывают. А Иван в партии сыграл не CB6, а GF6. Но, в принципе, все сводится к одному и тому же. Белым надо размениваться на поле G5, иначе черные охватят позицию белых. Черные играют CB6 и белые играют AB2. Черные играют BA5. И в этом положении есть три возможных хода. DE3 ведет к равной позиции. DC3 практически проигрывает. Так сыграл Евгений. И Иван здорово мог выиграть партию. И наиболее сильный ход BC3. То есть, в данном издании, в особи, этот ход критикуется. На самом деле, это сильнейший ход. Именно так сыграл во второй партии Иван, когда играл белыми. Ну, давайте рассмотрим все три хода. После DE3 черные играют AB4. Ну, и после размена играем FE5. Меняемся. Белые играют BA7. И здесь важно сыграть именно DC7. То есть, нельзя позволять белым сыграть CB6, захватить инициативу на этом фланге. И так можно проиграть. Играем DC7. Фиксируем шашку C5. Ну, и на ход BC3 меняемся. Вот таким образом. У белых теперь единственный ход. ED2. Черные играют EF6. Ну, и после хода CB4. Обе стороны прорываются на ослабленном правом фланге соперника. Возникает равная позиция. В партии же Евгений сыграл DC3. Ну, и здесь белые могут проиграть. То есть, черные играют BC7. Белые играют GA6. И на ход CB6 у белых единственный ход ED2. Теперь черные играют DC7. И у белых снова единственный ход DE3. И в этом положении Иван провел красивый удар. HG3 и FE5. И мог победить. Хочу отметить, что после партии мы анализировали данное положение. Еще был возможен ход CD6. Но он все-таки выпускает выигрыш за черных. После CD6 играем AB4. Закрываемся. И черные проводят вот такую симпатичную жертву. И играют FG7. Несмотря на лишнюю шашку, у белых очень плохое положение. За счет того, что их центр, видите, левый фланг полностью зажат. Белым здесь для достижения ничьей играть на предельно точно. То есть она отдавать шашку и играть ЕF4. После хода G6 играем FG3. И на нападение надо проводить вот такой невыгодный размен. Черные прорываются с дамки. Ну и кажется, положение белых проиграно. На самом деле все-таки ничья есть. То есть ставим дамку на поле B8. Грозим разменять шашку H2. Как может протекать игра. Например, AB6. Размениваем шашку H2. Теперь грозим сыграть HG5 и выиграть шашку. Поэтому черным надо закрываться ходом ЕF6. Тогда белые играют, допустим, GF2. Ну и на ход BC5 здесь можно провести вот такой красивый маневр, который будет полезно запомнить. Играем HG5. Неожиданный ход. То есть сюда бить нельзя. Белые побьют на А3 или на B4. Будет ничья. Поэтому черным надо бить на поле H4. Теперь белые делают тихий ход. И выясняется, что как бы черные здесь не играли, белые достигают ничьей. То есть, допустим, на такой ход. Ну, единственный, потому что белые грозили сыграть FG3. Разменять шашки. Белые могут форсировать ничью вот таким образом. То есть надо занимать... Так, прошу прощения. Надо бить именно на поле А7. И когда черные занимают большую дорогу, тогда нападаем. Ну, черным надо сохранять и двойник, и большую дорогу. Поэтому они отходят. Играем на поле А7. Ну и видите, такой своеобразный вечный шаг. То есть, черные не могут удержать и большую дорогу, и двойник для того, чтобы провести свои шашки в дамке. Поэтому здесь ничья. В партии же Иван точно сыграл HG3. Затем FG5. И получил выигранное положение. Черные бьют на поле F2. Ну и как бы белые не били, у них плохо. В партии Евгений побил на поле E3. И черные поставили дамку на поле G1. Ну и после вот такого размена выясняется, что позиция белых проигранная. В партии Евгений сыграл HG5. Наиболее сильный ход. Ну какие еще возможны были ходы? На ход EF4 здесь можно напасть. То есть, белым надо отходить. Ну и черные займут большую дорогу. Контролируют шашки белых. Ход по ходу в дамке здесь положение проигранное быстро. После хода CD4, черные могут победить следующим образом. Играем за черных CD6. Ну и как бы белые не играли, они проигрывают. Например, на ход AB4 отдаем шашку и бьем на поле G7. Если белые пытаются прорваться, то им немножко тут не хватает. То есть, черные зажимают вот эту шашку двумя шашками, а эта дамка надежно контролирует эти две шашки. Выигрыш черных бесспорный. Поэтому в данном безрадостном положении Евгений сыграл HG5 и все-таки ему удалось достичь ничей. Иван в этой позиции ошибся. То есть, есть два хода. Можно побить на поле C5, можно побить на поле B6. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Иван побил на поле C5 и, как выясняется, здесь черные не могут выиграть. То есть, белая играет GF6, ну и на ход CD6. Здесь надо точно сыграть именно CB4. Все остальное проигрывает. Далее в партии черные напали по большой дороге. Белые сыграли F7. После размена выясняется, что, видите, дамку на E5 нельзя поставить, чтобы отрезать шашки белых от похода в дамки по двойнику. Потому что белые просто сыграют CB6 и выиграют дамку черных. Поэтому черным пришлось сыграть на поле F6. Белые разменялись. Ну и партия закончилась ничьей. Но все-таки, друзья, после хода HG5 белые могли проиграть эту партию. Черным надо было точно побить на поле B6. Ну и если белая играет GF6, а куда еще играть, тогда черные играют CD6. То есть, грозят следующим ходом разменять шашку F6 и надежно обрезать шашки белых от похода в дамки по двойнику. Поэтому белым надо играть FG7 и черные играют D5. Снова нельзя ставить дамку, потому что она будет тут же поймана. Поэтому белые на ход CB4 просто нападают по большой дороге. То есть, сразу же выиграют. Тут никаких шансов нет на ничью. А после хода AB4 черные выжидают. То есть, никогда нельзя ставить дамку. Ну, допустим, на ход B5 ставим дамку по большой дороге, ну и белым некуда ходить. То есть, допустим, на постановку дамки меняемся таким образом. Ну и на ход AB6 играем просто CD6 и белые проигрывают. Во второй партии создалась такая же позиция, как и в первой. Ну, несколько с перестановкой ходов. И Иван в этой позиции сделал наиболее сильнейший ход BC3. И черным здесь для достижения ничей надо играть предельно точно. Евгений сыграл BC7. Этот ход, как выясняется, уже проигрывает. Надо было играть только DC7. Ну, давайте рассмотрим партию. После BC7 белые играют DE3. Ну и после хода CB6 белые играют EF4 точно. Теперь черные играют DC7 и у белых выигрыш после хода ED2. После хода ED6 здесь проходит очень красивая жертва за белых. То есть, белые жертвуют шашку вот таким образом. и неожиданно меняются назад. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку у черных проигранное положение. То есть, как бы черные не играли либо AB4, либо CD6 у них нет хорошего темпа после нападения белых DE5. То есть, черные вынуждены отойти и шашка белых свободно проходит в дамки. Они легко выигрывают. Вот такая красивая жертва. В партии Евгений поэтому сыграл CD6 и белые разменялись вот таким образом. У черных единственный ход FG5 белые закрываются и черные играют EF6. Обратите внимание, что в этой позиции надо сделать точный ход. То есть, ход FE5 здесь не проходит. Белые не могут выиграть потому что черная игра GF4 такая присоска своеобразная и куда бы белые не били все-таки черные достигают ничьей. Можете убедиться в этом самостоятельно. Поэтому Иван в этой позиции он хоть и признался после матча что анализировал данное положение на досуге но все-таки насчитал эту жертву именно за доской. Белые играют неожиданно HG7 ну и выясняется, что вперед бить нельзя из-за простого FG5 и черные в Цукцванге, видите несмотря на лишнюю шашку им ходить некуда. Поэтому Евгений побил назад но здесь все быстро заканчивается то есть на ход FE7 играем ЕF4 ну и после жертвы белые ставят дамку на поле F8 а черные никак не успевают до дамок поэтому Евгений сдался. То есть, друзья, мы выяснили ход BC7 проигрывает в данном положении здесь надо играть только DC7 ну и у белых есть три возможных хода DE3, FE3 и GH6 давайте рассмотрим все возможные ходы то есть на ход DE3 черные играют именно ED6 ну и теперь белым надо бить вот таким образом то есть, ну после GH6 равное положение возникает, а вот после GF6 здесь возникает острая игра но все-таки позиция равная черные играют CD6 ну и после хода AB4 черные нападут DE5 затем сыграют HG5 и белые останутся без шашки хоть и они будут и без шашки но все-таки позиция будет ничейная но так бы играть я не рекомендовал наиболее логичным продолжением в этом позиции за белых будет ход HG3 ну и после возможных разменов белые играют FG7 и создается ничейная позиция после хода FE3 черные могут сыграть CB6 ну и на ход EF2 черные могут провести вот такую комбинацию то есть играем так прошу прощения играем играем HG3 в принципе комбинация которая случилась в партии на нее похожа пропускаем белых дамки бьем на поле F2 и затем ловим дамку белых но здесь белые все-таки могут достичь ничей позиция ничейная ну и последний вариант GH6 после GH6 черные играют CB6 на ход DE3 черные играют BC7 теперь если белые играют EF4 тогда играем FG5 белым надо закрываться таким образом и черные играют теперь теперь черные снова нападают снова надо закрываться таким образом и черные размениваются вперед белым надо играть HG7 и форсировано возникает такой вариант белые проигрывают вернее белые отыгрывают шашку вернее белые остаются без шашки но все-таки могут достичь ничей играем EF4 ну и как бы черные не играли белые достигают ничей ну наиболее сильнейший вариант в этой позиции все-таки наверное такой DC5 EF2 теперь жертвуем лишнюю шашку за черных и играем CB4 ну и в этой позиции надо сыграть точно то есть надо сыграть надо сыграть именно CD4 HDFE5 HG5 FG5 все это проигрывает то есть идем смело CD4 ну и после размена позиция ничейная если же белые сыграют допустим FE5 затем как-нибудь EF6 то ставим дамку на поле C1 то есть не даем белым провести эти шашки в дамке и затем сами проводим свои три шашки в дамке и черные должны победить в этом окончании друзья сегодня мы с вами посмотрели две очень классные партии если вам понравилось данное видео то пожалуйста поставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал хоть ребята играли но все-таки я потратил очень много времени на разбор данных положений так что друзья оцените и мое творчество в том числе пишите ваши комментарии задавайте вопросы если что-либо неясно отвечу на все вопросы играйте много играйте честно и давайте воевать только на шахматной доске до свидания друзья увидимся на шашечных баталиях до свидания до свидания